Очень важно мужчине знать, что у него внутри работают две системы. Одна система называется спать на печке, а вторая сражаться. Даже есть такая история про Илья Муромс, который полжизни проспал на печке, потом как начал сражаться, стал непобедимым. Ну то есть у мужчины он или деградирует, или прогрессирует. У него не бывает стабильности вообще ни в чем и никогда. Да, вот женщина это стабильная, у нее стабильная природа, стабильная психика. У них ум беспокойный, но характер очень стабильный и неподвижный. Вот если все в жизни у нее определено, а ей все нравится. И поэтому женщины редко деградируют там уж сильно, или сильно прогрессируют. А мужчины, посмотрите, он или президент страны, или ханыга там какой-нибудь во дворе. Ну то есть мужчина может сильно развиться, или сильно деградировать, у него подвижная психика, природа подвижная очень. Если говорить о природе человека, а не на внешней. Вот внешний мужчина как выглядит? Он такой, как бы такой непробиваемый, да? Как будто его сдвинуть с места невозможно. А женщина такая, внешне такая вся, очень мягкая, добрая. Вот как ей скажи себя вести, так она и будет. Ну то есть внешне женщина очень подвижная кажется. У нее эмоции, характер внешний очень подвижный, настроение меняется, постоянно эмоции меняются, мысли меняют. Все подвижно очень у женщины, снаружи. А внутри, она вообще как камень неподвижная, женщина. Но это никто не знает, мужчина не знает об этом, не видит внутреннюю природу. Мужчина снаружи такой, у него мысли неподвижные, характер неподвижный, настроение не меняется постоянно, одно и то же. Вот, все одинаковое снаружи. А внутри мужчина очень мягкий и подвижный. То есть у человека есть два психических цилиндра. Один внешний психический цилиндр отвечает за отношения, отвечает за взаимосвязи между людьми, за настроение человека, отвечает за эмоции, мысли, чувства, переживания. Наружный психический цилиндр у женщины очень подвижный, неустойчивый, гибкий. Женщина может поменять свое настроение быстро, свои переживания и так далее. У мужчин наружный психический цилиндр твердый, как камень. Мужчина устойчивое настроение, психические реакции на все устойчивые, очень неподвижные. И женщина говорит, ты непробиваемый. Ну, то есть она видит, что как бы его не свернешь, настроение не свернешь, женщина видит у мужчины. Как говорит, уперся и все свое. И поэтому внешне кажется, что женщина такая слабенькая такая, мягенькая такая, податливая. Что ей скажешь, что ей будет делать такая, как будто вот такая, не имеет своего настроения какого-то там и так далее. Так кажется внешне. А мужчина кажется, что он такой неподвижный, такой психикостойкой, ничего с ним не сделаешь, хоть кол на голове тиши. Но это всего лишь просто внешне. Вот, допустим, женщина, если хочет замуж выйти, он видит, она видит характер мужчины, не нравится. Ей не нравится характер этого человека. То это опасное мышление для женщин. Потому что у мужчины неподвижную природу имеют привычки. Привычки и наклонности. Ну, то есть, если у него есть склонность, допустим, выпивать, это уже трудно поменять. Или склонность женщинам чужим трудно поменять у мужчины. Неподвижную природу имеют. Или, допустим, он деньги проигрывает в карты, любит. Уже ничего не сделаешь. Это его природа такая. Она неподвижная в течение всей жизни. Опасность такая будет оставаться. И у каждого мужчины есть такая брешь, ну, как бы в характере. У каждого. Надо просто понять, что за брешь, и как бы понять, ты готова с этим жить или нет. Но если мужчину развивать духовно, брешь, перестает работать. Она не функционирует. Но характер мужчины, то есть, его способность быть смиренным, добрым, послушным, отзывчивым, решительным, энтузистичным и так далее, это все меняется в зависимости от направленности мужчины. И главное женщине не ошибиться с направленностью. Если мужчина направлен на самосовершенствование, не на деградацию, то значит, он через несколько лет станет намного лучше, чем вы. У него станет лучше характер, лучше, более разумный, сильный. То есть, он разобьется как личность сильно. Мужчина развивается, меняется. Может очень сильно развиться мужчина. Поэтому, если женщина видит, что привычки его более-менее нормальные, и характер направлен на самосовершенствование, то это золотой человек для женщины. Это супер хорошая возможность. Причем, если мужчина уже развился, то замуж за него выйти невозможно. Практически невозможно. Почему? Потому что желающих будет очень много. Если мужчина уже развился, он, это развитость для мужчины, это его красота. То есть, он становится очень красивым, как человек. Мужчина развился тогда. И выбор огромный будет для него. Огромный. Выйти замуж практически невозможно. Но если у мужчины правильная направленность, вредных привычек почти нет, он как бы еще не развился, его никто не видит, а ты заметила. Вот тогда самый лучший вариант. Вынь золото из грязи и да помой. Формула успеха выйти замуж для женщин. Правда, некоторые женщины, они видят золото уже в женатых мужчинах. Видят, что он такой развит и хороший, в небо такого, и переманивает в себе. Но это опасное поведение. Оно разрушает потом семью. Чужое золото уже не надо брать. Это уже пиратство. Кто-то на него силы положил, какая-то девушка его отмыла, ты его перетягиваешь. Это нечестно уже. Бог наказывает за это. Итак, смотрите, очень важно понять, что психика человека, очень важно ее глубоко изучить. Вот, допустим, как она у женщины устроена. Внутри очень сильная стабильность. Характер не меняется практически всю жизнь. Можно менять поведение. То есть, женщина может себя по-другому вести. Она может все, что угодно делать лучше, чем мужчина. Но характер в ней медленно движется, очень меняется. Но если поменялся, уже назад дороги нет. То есть, если у нее поменялся характер, вот такой она и осталась. У мужчины поведение очень застывшее. То есть, у нее есть стереотипы поведения. Он привык вот так жить. Поменять это очень сложно. Возможно, но очень медленно. У нее есть, допустим, определенный стиль жизни, поведения. То есть, у нее есть такие правила, привычки в жизни. И это поменять очень сложно. Не надо пытаться мужчинам требовать, чтобы они сразу это поменяли. Это нереально просто. Допустим, там, ест не ту пищу, ложится не в то время. Допустим, работает не отдыхая там. Или еще что-то. Какие-то внешние вот эти, как бы, стиль жизни, так называемые. Мужчины очень скованно в этом плане психика. И тем более, очень трудно ему поменять его, как бы, наклонности в труде. Вот он привык так работать, допустим. Это его природа. С этим-то очень сложно что-либо сделать. Женщина может так работать сегодня, завтра так. У ней, как бы, все быстро меняется. Но мужчине, вот, ему трудно поменять свой способ действий. Он в колью, как входит в какую-то определенную, дальше он в ней будет идти уже. И очень медленно можно поменять ее. Женщина фактически должна работать стрелочником. Психику мужчины можно сравнить с поездом. Он куда-то едет, очень быстро, причем разговаривает. И как бы, и женщина, если с помощью любви, она должна не рассчитывать на сильно много. А, допустим, мужчина начал есть чуть-чуть меньше мяса. Это большая победа. Вот чуть-чуть меньше. Чтобы он сразу бросил, это глупо на это рассчитывать. Чуть-чуть меньше. Он перешел на рыбу, допустим. Почему? Потому что вы как-то сделали так, что он понял, что это не полезная пища. Вы чуть-чуть подвинули стрелку. Поезд пошел чуть-чуть в другую сторону уже, но на той же скорости. Избавляя скорость. Но если его прямо сразу развернуть, то он просто будет крушение. Поезд попадет в аварию просто. Так нельзя делать даже с мужской психикой. Вот. И вы так раз 15 стрелку передвинули, и он уже едет со всей скоростью в другую сторону прямо, противоположную. Но он абсолютно убежден, что он едет туда же. Сам мужчина не видит, что как бы направление движения поменялось. Он куда ехал, туда и едет. Но уже прямо наоборот. Вот роль женщины в этом заключается. Незаметно менять стрелки. Переставлять стрелки у поезда. Чтобы он чуть-чуть на всей скорости, но чуть-чуть менял направление. И в конце концов поехал туда, куда надо. В этом роль женщины заключается. Она не должна мужчину. Ааа, ты не туда едешь. Останавливайся, едь назад. Невозможно. Мужская психика так не работает. Теперь очень важно понять, что мужчина изнутри очень мягкий, подвижный. У него постоянно меняется характер. То туда, то сюда. Он очень двигается постоянно. Может сильно развиться, потом быстро деградировать. Все меняется постоянно. И мужчине нужно помогать развиваться в нужную сторону, чтобы характер. Но путь к сердцу мужчины через любовь. Если женщина его любит, то его наружный каркас становится незаметным. А становится заметным ему в мягкий характер. А если мужчина любит, то ее как бы вот эта вот, ну, неустойчивость внешняя, она становится ему незаметна, а становится заметна ее верность, стабильность, чистота, верность, ее как бы красота вот неизменная как бы. Мужчина тогда стабильность в женщине видит в самой основе ее жизни. Это верность, там чистота, красота. А женщина стабильность видит в мужчине в его движении вверх, в прогрессе. Что она видит, что он правильно направлен все время в жизни. И это дает ей устойчивость, стабильность. Любовь преодолевает трудности внешнего цилиндра. То есть он придает беспокойство. Женщина суетится, постоянно капризничает. То есть мужчина грубо себя ведет. Это любовь убирает. Пусть муж с работы пришел, такой. Надо как-то настроиться с любовью. И вы преодолеете это вот внешнее влияние. И он раз, и обмякнет. Как бы у него внутренний, он хороший мужчина. И снутри хороший, снаружи тяжелый. Если вы видите только наружу, значит вы не видите глубоко своего человека. Женщина снаружи неустойчивая, внутри очень стабильная. Если вы не видите этого, значит не видите глубоко человека. Глубоко человека можно видеть только с помощью любви. Невозможно с помощью скандалов установить глубокие отношения. Любовь означает служение, забота о человеке, принятие его, глубоко воспринимать, стараться. Чтобы поезд ехал, ему нужно понять зачем. Вот это самое сложное в жизни мужчины. Это просто супер аскеза. Мужчина очень сильно страдает от того, что он не знает цели своей жизни. Женщине не важно зачем, важно куда. То есть ей нужно понять, где будет гармония, с кем жить, как жить, как организовать свою жизнь. Ей нужна любовь, отношения. Но мужчине важно зачем. Ну то есть смысл моей жизни, для чего я живу, зачем я это буду делать. Если мужчина даже просто вдохновился, что мне нужны деньги для жизни, он поверил в деньги. Потому что есть всего в целом три типа веры. Если у мужчины нет никакой веры, ни первой, ни второй, ни третьей, он будет просто зря простаивать. Не будет двигаться. То есть есть вера в свою личную силу. То есть как молоды мы были, как искренне любили, как делили в себя. Ну то есть человек говорит, ты сам все можешь, ты понял, фильмы есть такие. И там учитель с учеником, он говорит, ты сам все можешь. И ученик такой понял, он поверил, он такой. Все, он сам все может, он всех побеждает потом. Все. Сам все можешь. Ну это вот такая вера, это вера такая. И человек думает, что он сам все может, он как бы этим живет. Вера такая, это вера, называется вера в невежестве. Теперь другие фильмы, вера в страсти. Человеку не показывают уже вот это вот, не показывают, что он сам все может. Это вера уже в деньги и власть. И показывают, как человек такой, он как бы такой уже более такой аккуратный такой. И он достигает успеха в жизни с помощью каких-то там хитрых ходов там или правильного там поведения. Что-то он в жизни и становится богатым. Когда становится богатым, влиятельным, властным, вот это и есть настоящее счастье. Показывают, как он такой уже счастливый стал такой. У него большая вилла там. И он всех любит. У него собачки бегают перед ним. Все такие на задних лапках ходят. Вот это такое счастье. Он такой в счастье такой. Это спившийся успеха человека. Все думают, о, вот это мне надо. То есть мужчине нужна цель. И третья цель, она труднопонимаемая. Когда человек понимает, что смысл жизни это самосовершенствование. Это стремление к чистоте внутренней, к бескорыстию. Фактически это качество Бога. Человек сначала не понимает, что он к Богу стремится. Он стремится к свету. То есть есть три аспекта Бога. Первый аспект свет. Второй это форма. Третья личность. И сначала человек к свету стремится. Он как бы хочет идти к свету. Дорогу и добра. Вот. Это первое, что человек понимает. И это уже вдохновляет сильно. Мужчина начинает развивать себя. Он начинает там двигаться. Начинает работать над собой. Нравственный характер развивать. То есть его цель развития. Он не знает еще куда. Главное, надо развиваться. И в целом надо понять, что вот даже мужчина, если он, его цель, веря в себя, то есть он начинает себе морду бить там и так далее. Ему нужна собственная сила. Это для мужчины супер. Или у него деньги, допустим, цель. Супер. Если у мужчины нет цели, это самое худшее. Вот любая цель, пусть даже несовершенная, это для мужчины хорошо. Потому что он потом может это в правильной цели применить. Не обязательно он в неправильной. Может в правильной потом применить. Был такой царь, Ашок его звали в Индии. Такой известный царь. И он никогда не проигрывал ни одно сражение. Он был огромной силой, личностью. Всегда побеждал. Но потом он раскаялся в этом во всем и начал заниматься духовной практикой. Ушел в отречение. Поменял цель жизни. Поменял направление. Но он в этом направлении, в новом, тоже был сильным. Понимаете? Главное мужчине иметь цель. Пускай она сначала будет не оформлена правильно. Но если мужчина не нашел себя в жизни, не имеет цели, он просто как простокваша живет. Ну то есть он просто растение. Понимаете? Женщина все равно имеет совесть. Потому что цель жизни женщины это чистота и совесть. Она должна по совести, чтобы все было. И тогда она счастлива. Ей нужна гармония, чистота и совесть женщины в жизни. Это ее цель. То есть она к чистоте Бога стремится. А мужчине нужны победы. То есть мужчина должен понять, куда ему вообще бежать. Что ему делать в жизни. И в основном большинство мужчин, если они не чувствуют, куда бежать, они просто сидят как растение, играют в компьютерные игры, смотрят телевизор, ходят по бабам и пьют вино. Это для мужчины означает самоубийство. То есть в мужском теле человек часто убивает себя. В женском тоже, кстати. Когда женщина депрессирует, мечтает, депрессией живет, она убивает себя. Вот точно так же, как мужчине пить вино, точно так же женщине жить депрессией. Разницы никакой нет. Это тоже женская вредная привычка. Женщина не будет в основном увлекаться спиртным, за редким исключением. Но для женщины депрессуха – это и есть ее вредная привычка. Лень, спать очень допоздна, лениться, объедаться сладким и постоянно депрессировать. Смотреть какие-нибудь фильмы про любовь или читать книжки о несбывшейся мечте. Вот. Ну то есть это означает для женщины самоубийство. Это женское самоубийство. Есть мужское самоубийство. Это компьютерные игры, гулять по женщинам, сексом заниматься, беспорядочным, пить вино или пиво. И просто проводить зря свое время жизни. Просто безделье, бездельничать. Для мужчины самоубийство означает так же жить один, холостяком. Когда мужчина не берет ответственность на себя, он деградирует всегда. В своем мужчине себя заставить жить активно практически невозможно. Потому что мужчину жить заставляет только ответственность. Поэтому каждый мужчина должен заставлять себя брать ответственность в жизни. Взял жену, есть дети, уже как бы серьезным становишься. Если мужчина еще более высокий уровень имеет, у него есть ученики, он за них отвечает, наставник. И так далее. Ну то есть, но мужчина, который просто гуляет, вот у него нет ответственности, он просто балдеет, наслаждается жизнью. Он деградирует, он теряет себя. Все самые лучшие качества характера. Храбрость теряется у такого человека, рассудительность теряется, сила воли теряется, концентрация внимания теряется, устойчивость жизни теряется, когда человек гуляет или пьет пиво, или играет в компьютерные игры. Это называется самоубийство для мужчины. Он даже здоровье теряет такой мужчины. Становится психопатом, он его психика не выдерживает в такой жизни. Единственное, что в жизни мужчине может помочь, это хотя бы кто-то просто так его вытащил, хотя бы на пробежку там, или штангу покачать. Просто вот какой-то рядом друг есть, который заставил мужчину, мотивирует какой-то аскези. Ну поехали в горы вместе, ну поехали. Хорошо, давай в спортзал сходим, ну давай сходим. Пойдем как бы бизнесом позанимаемся, ну давай позанимаемся. Если мужчину просто вот раскачивают, кто-то раскачет, или он сам себя раскачет, хочет что-то делать, мужчина развивается. Некоторые мужчины говорят, у меня работы нет, потому что я не нашел себе ту работу, которая бы мне подходила. Это патовая ситуация для мужчины. Мужчина должен работать где попало, вот где Бог дает, там и работай. Иначе ты теряешь себя. Один день без работы мужчина уже как бы пошел вниз. Неделя отдыха, ничего не делает, мужчина стал просто пластилином. Он превратился в тряпку, его психика уже не способна нормально работать. Он начинает постоянно мечтать о женщинах, терять семя, начинает спиваться, спуриваться, наркотики там, все что угодно. То есть психика мужчины начинает идти в аут, только из-за незанятости. Поэтому мужчина должен всегда быть чем-то занят, заставлять себя куда-то стремиться, что-то делать. Мозги на бекрень, напряжены, побеждают, сражаются, и тогда мужчина живет хорошо. Если мужчина как расслабился, все, это очень опасно. Причем отдых для мужчины это тоже деятельность, только другая. Допустим, можно на природе там в волейбольчик поиграть, можно в шахматы там, можно сплавать на байдарке, ну еще что-то там, баня там, ну все что угодно. Но если мужчина просто лежит на кровати и смотрит телевизор, мертвые не потеют, то это для него не расслабление, не расслабление. Он в это время теряет себя, он становится пластилином, несчастным человеком. И в это время у него приходят в его жизнь вредные привычки, неправильные поступки, ненужные женщины и так далее. Все самое худшее приходит у мужчины в тот момент, когда он не занят. Поэтому мужчина всегда должен где угодно работать, пруская низкооплачивая работа, лишь бы просто быть занятым. Причем интересно знать, мужчина подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я не знаю в чем мое предназначение. Вот скажите мне и все, я буду счастливым. Так все просто, да? Так, Олег Геннадьевич так, оп, слово сказал, и я, оп, счастливый. Вам не кажется подозрительно это все? Так вот, у мужчины так система не работает. Мужчина должен работать где угодно, потому что разум мужчины развивается в действии, в ошибках. Ну, допустим, чтобы научить плавать мужчину, его надо бросать в воду. И желательно, чтобы там было глубже, чем просто стоять по шейку. Чуть-чуть хотя бы глубже. Пускай прыгает там, чтобы дышать. Но он начнет плавать тогда. Но если его не бросать в воду, он никогда не научится. Хоть как вы ему технику плавания объясняете, он будет смотреть, слушать, но он не научится плавать. Потому что так учатся плавать женщины. Ее надо поддерживать за животик, и она технику изучает, плавает. Когда она изучила, она сама потихоньку пробует, но рука должна быть ниже животика. И она как бы плавает, пробует, все получается. Но ты стой рядом. Если мужчине за животик поддержишь, он никогда не научится плавать, потому что у него нет стимула. У него руки не будут достаточно сильно двигаться. И он будет тонуть все время, потому что для него стимул является только победа. Если его отпустил, он поплыл, все, отлично. Поэтому мужчина, который не нашел себя, он должен просто трудиться. И самое главное, труд должен быть в какой-то степени бескорыстным. Пока мужчина мотивирован только деньгами, он не может развиваться. Он просто пашет, как и шаг. Развитие означает другая мотивация, что у него есть какая-то цель какая-то в жизни. Добрые дела хочет делать, это такая простая цель. Он хочет что-то, какую-то миссию у него в жизни есть. Это уже круче. А если мужчина уже понимает, что он идет к Богу, как бы, и он служит ему, это самое крутое. Но это не надо искусственно делать. Хотя просто, допустим, для мужчины миссия его, это просто после работы в футбол поиграть. Это уже что-то для начала. По крайней мере, силу воли тренирует. Потом дальше он, допустим, понимает, что ему нужно вот этой деятельностью заниматься. Вот работать здесь. Ему деньги уже не важны. Это круто для мужчины. Это уже лучше. Вот деньги на второе место встали, ты уже больше развито. Потом мужчина больше понимает, где он больше полезен и больше пользы людям сделает. Это уже значит, что он достиг своей природы. По природе начинает действовать. Да. Но это все возможно, если мужчина действует, а не лежит на кровати. Ну, то есть, психика мужчины очень заторможенная и упертая, чтобы ему развиться как личность. То есть, она может быть или заторможенная и упертая, и такая ригидная, такая труднодвигающаяся, или нацеленная, как стрела, летящая вперед. У мужчины есть только два варианта жить. Больше нет никаких вариантов. Если она вот как растение такое, он никогда не будет счастлив. Куда бы его ни в какой горшок не посадить. Вот здесь растет. Этот фильм смотрю, тот фильм смотрю, с этой телкой гуляю, с этой гуляю. Не будет счастья. Это пиво пью, то пиво пью. В этой стране кайфую, в той стране кайфую. Нет счастья. Невозможно. Невозможно. Мужская природа не может в таком инертном состоянии жить в принципе нормально. Только стрела. Только лететь вперед. Только испытания. Только трудности. Только так мужчина может победить себя. Часто мужчины думают, что мясо им очень нужно для жизни. Нужна белковая пища мужчине. Это факт. Но мясо это тяжелая пища. Эта пища предназначена для депрессивной жизни. Если мужчина как бы склонен к депрессивной жизни, ему все плохо. Ему нужна вот именно мясо, чтобы психика успокаивалась. И ему как бы легче становится от этого. Но если мужчина как бы нацелен на сильную жизнь, то ему мясо вообще не нужно. Но белковая пища нужна. Белки означают мучное также. Молочные продукты, допустим, там сыр, там творог. Белковая пища нужна. Мясо это тяжелая пища. Некоторые мужчины думают, без мяса мужчина. Я же мужчина. Чего я без мяса не могу, мужик, не могу без мяса жить. Это бред полный. Это тяжелая пища для всех. Она депрессивная. Депрессию создает в психике. Потому что это продукт насилия. Что делать с вредными привычками? Поймите, что вот любая вредная привычка это насилие над вами. Которое вы сами добровольно подписали. То есть, допустим, курение. Всегда связано с духами. Курение, выпивка. Это влияние духов на человека. Причем схема очень простая всегда. То есть, мужчина напряжен. Допустим, не хватает энергии любви. Человек не чувствует любви. Потому что любовь это женская энергия. Ее надо завоевать. А ты, как бы слабый, не можешь завоевать. У тебя остается другой вариант. Это искусственное ощущение любви. Мужчина выпивает. В него входит веселящий дух, в котором есть эта энергия любви. Он ему дает ощущение любви. Взамен на волю. И мужчина уже не может, в принципе, чувствовать счастье без выпивки. Он говорит, ну на праздник пойдем. Хорошо. А выпивка будет. Если нет, тогда никакого праздника нет. Он просто не понимает, что можно радоваться без выпивки в этом случае. Потому что такова зависимость. Теперь второй вариант. Мужчина сильно напряжен. Устает, не может расслабиться. А расслабиться можно мужчине. Только с помощью движения. Чтобы ему расслабиться, ему надо бегать как конь. Там футбол играть. Еще что-то. В проруби купаться. В баню ходить. Там боксом заниматься. И так далее. Если у него нет движения, а он хочет расслабиться, тогда остается только сигарет. И когда мужчина курит, то входит другой дух, который ему дает ощущение спокойствия. Взамен на волю. То есть, если ты хочешь успокоиться, тогда придется курить в следующий раз, а не бегать уже. Как избавляться от этих вредных привычек? Надо просто сначала найти замену. Не бросайте курить, не бросайте пить. Это все глупое занятие. Чем больше человек об этом думает, тем больше привязывается к духу. Не надо ничего бросать. Просто оставьте себя в покое. Если вы сейчас бросите курить, вы с ума сойдете. Потому что ваша психика не выдержит напряжение. Если вы бросите пить, тоже с ума сойдете. Будет инсульт, инфаркт. Психика не выдержит напряжение. Как это все избавляться от этого? Если не можете любить, начните любить. Начните просто радоваться труду, радоваться людям, делать добрые дела и так далее. Что-то делать для счастья людей. И когда вы почувствуете, что вы счастье людям даете. И молитва тоже, это энергия любви. Любишь Бога, человек Бога может любить. Когда человек чувствует, что он счастье дает людям. Тогда в этом случае, он само собой, ему будет просто незаметно меньше хотеться пить. И он как-то так незаметно бросит. Это постепенно происходит. Постепенно. Я даже по этому поводу проводил исследования по своим лекциям. Написал даже, защитил диссертацию кандидатскую по медицине. Это общественное здоровье такая область, где вот как раз изучают вот эти явления. Как меняется образ жизни людей, качество жизни в результате лекции. 50% людей, которые слушают 2 года, само собой бросают пить и курить. Там примерно такой процент. Чуть больше, чуть меньше. Остальные все уменьшают дозу за это время. То есть кому-то чуть подольше надо бросить, кому-то чуть побыстрее. Но в целом никто не парится. Если человек начинает правильно жить, у него нет такой проблемы, чтобы бросить. Просто это процесс постепенный. Главное правило об этом не думать. Переключить свои мозги на что-то другое. Захотелось – выпил. Захотелось – закурил. Но надо при этом четко понимать, что я нацелен на другую жизнь. Все. И исключить всякие контакты с этими людьми. Стать одиноким курильщиком и выпивальщиком. Не общаться. Не создавать из этого культуру, образ жизни. Разрушить такие связи. Иначе шансов нет бросить вообще. Потому что даже если у тебя все хорошо в жизни, тебе надо, чтобы общаться, тебе надо выпивать. Это значит, что ты никогда не бросишь вообще, в принципе. Надо менять друзей. Те, которые счастливы без выпивания. Итак, развитие мужчины всегда идет сначала в деятельности. То есть мужчина, если он чувствует, что он не может терпеть женские эмоции, думает, мне какие-то дуры все время достаются. Все время что-то хотят от меня капризничать. У меня же нормальной жизни нет никакой. Мне один родственник жаловался. Говорит, я же не знаю, как вообще жить, что делать вообще. Постоянно одни нервы с женщинами. Но это значит, что он просто не терпит женскую природу. Не понимает, что вот так устроена психика. И это значит, что человек неразвитый. Он должен стать крепким. Когда мужчина аскетичный, развитый, то он не зависит от женщины. Он спокойно как бы терпит. У меня морда красная на этом берегу, отца на другом. Меня весну хряпнули там. Ничего, нормально. И такой мужчина, он спокойно к женщине будет относиться. У него сильная психика очень. Сильно твердая. И она такая нервничает. Как бы, а ты меня не понимаешь, тебя не любишь. Все будет хорошо. И она успокаивается такая, думает. У меня за мужем как за каменной стеной. Потому что он не реагирует, спокойно относится. Моя хорошая, не печалься. Все впереди у нас с тобой. Это развитый мужчина. Не развитый, он сам истерит вместе с ней. Мужчина вообще должен знать, что если ругань началась, он уже проиграл. В принципе, если он начал ругаться женой, он уже проиграл. Потому что это ее зона победы. Истерика, это ее зона, она всегда здесь выигрывает. Права она, не права. Если мужчина на истерику вышел, он проиграл уже все. Мужчине нужно выходить на истерику, ему нужно молчать. Вот если он как бы молчит, она его выводит на истерику, а он молчит. На своем настаивает. Она успокаивается и он успокаивается. Или ситуация решается так. Мужчина не доказывает ничего женщине. Женщине надо ничего доказывать. Потому что, когда я доказываю, что мне психика напрягается, она просто ничего не понимает, что он хочет. Потому что у женщины этот центр разума, три центра разума есть. Вот в области лба, в области сердца, в области паха. В области паха центр разума связан с вечностью или с временем. Пугаются все вот здесь, в животе. Вот. Любовь, центр любви. Центр разума связан с любовью, в сердце. Знание, центр разума связан с знанием, победой, решимостью в области головы. Поэтому у мужчины этот центр разума очень крепкий вот здесь вот и напористый. У женщины очень напористый центр разума связан с сердцем. Это напор, женский напор означает эмоции. «Я тебе что сказала?» Эмоции, то есть сильные. А у мужчины здесь дырка. Когда женщина говорит «Я тебе что сказала?» Для него это запредельная нагрузка, потому что у нее здесь дырка в сердце, у нее нет защиты. Когда он сильные эмоции, то есть ему очень больно становится. Ему там режет прямо по-живому. Поэтому если ты хочешь мужчине что-то объяснить, эмоции надо сделать в пять раз меньше. «Не что сказала? Я тебе что сказала?» Вот так. Он тогда услышит, потому что это будет комфортная реакция, ну как бы влияние комфортное. Потому что у него там дырка, слабое место. Он не может вот эти эмоции терпеть. Просто в принципе. Мужчины, поднимите руку. У кого проблема вот с этими эмоциями женскими мучает вас эмоция женщины? Эти мужчины все поднимают руки. А кто из вас уже научился терпеть? Поднимите руку. Кто-то научился. А кого никогда не беспокоили женские эмоции? Поднимите руку мужчины. Вас не беспокоит прямо. Ну значит сильный, природно сильный мужчина. Такое тоже бывает. Итак, мужчина должен стать крепким изнутри, аскетичным. И тогда он комфортно себя чувствует. Но мужчина всегда должен знать, что вот так работает схема. Если ему тяжело, женщина эмоционально себя ведет и мучает его. Значит надо от нее подальше чуть держаться. Дистанцию увеличить в отношении. Ничего не желать от нее. Потому что иначе она просто будет разрушать твою психику. Точно так же женщина, если чувствовать, что мужчина начал демагогию разводить. То есть у него вот отсюда идет знание напористо. И он такой бу-бу-бу-бу-бу. Это знание такое как бы доносит. Напористо такое. У женщины здесь дырка. То есть очень чувствительная зона. То есть она деликатна. То есть мне ей только можно донести знать. Деликатна очень. Если не деликатна, а напористо, то у нее психика зажимается. Она такая думает, что он от меня хочет вообще? Непонятно. Я устала уже его слушать. Давно поняла, что надо. Но как бы он меня уже достал. Да, женщины? Так? Точно. И чувствуете, мужик демагогию повел, то есть подальше от него. Извини, мне надо там стираться, убираться в туалет. Что-то надо делать сразу. Отдвигайтесь, потому что иначе ваша психика выйдет из разновесия. Когда у женщины психика из равновесия выходит, она что делает? Берет и эмоции ему в сердце. То есть он ей демагогу. Вот она им. Ему там больно, но он. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Еще сильнее отсюда. Здесь-то ничего нет. Бу-бу-бу. Она. И начинается неуправляемая реакция ядерная. Он ей, она ему. Она ей, она ему. И то же за него. Начинает скандал, потому что как бы они используют слабые места друг друга. Для того, чтобы не ругаться, нужно женщине понять, что говорить спокойнее, эмоции не надо. А мужчине не нужно давить на женщину своими философскими взглядами и рассуждениями. Допустим, я читаю лекцию. Это же рассуждение, правда? Но жене я не могу так с женой общаться. Она говорит, ты вообще-то не на лекции. Ты дома уже. Не надо мне рассуждения. Я все знаю. На такой-то минуте об этом говорил. На такой-то лекции. Что ты мне тут рассказываешь? То есть мужчина может, женщина, вести себя дома только с помощью доброты. Женщине нельзя объяснять философию дома. Она может только твое сердце услышать, если ты не навязываешься со своим мнением. А если она хочет тебя услышать, узнать, ты говоришь. А правду ты, женщине, мужчина, должен доказывать с помощью очень мягкого и непрямого подхода. Вот приведу пример, допустим. Жена не хочет убираться на кухне. Какая тактика? Пусть муж приходит домой и говорит, слушай, мне надо дать совет своему другу, что сказать жене, когда она не хочет убираться на кухне. Я не знаю, что сказать, у меня нет опыта. Посоветуй, пожалуйста, ты же женщина, как вот мужчине, надо женщиной себя вести, чтобы она захотела убираться на кухне. Я жене говорю, и она что-то советует, говорит, вот так вот надо с ней себя вот так вот вести. И тогда, ну, она рассказывает что-то там, такие ценные советы дает. Но, в принципе, уже не важно. Важно то, что на следующий день или в этот день вечера на кухне все будет убрано. У тебя уже все будет убрано. Почему? Потому что она поняла, что надо убираться на кухне. У нее включилась совесть через, ну, как бы, особенно если она этой женщине позвонит, говорит, слушай, тебе что на кухне убирайся, что ли? Там у тебя проблемы уже в отношениях начались. Так, говорит, ну, да, что ты, да, что ты, да. Вот. И они обе начинают убираться на кухне. И та, и это. Почему? Потому что так воспитывать женщину можно. Женщина воспитывается не прямым влиянием, а косвенным. Допустим, женщина, допустим, не занимается зарядкой, ей лень. Ей нельзя заставлять на зарядку идти. Ей надо сказать, ты знаешь, я слышал, что у женщин, когда она мало двигается, начинают расти всякие миомы там и все прочее. И она еще спросит, ты имеешь в виду, что я мало двигаюсь? Надо сказать, да нет, вообще не имел это в виду. Я имею в виду, что у женщин вообще в целом, как бы, ну, ты у меня нормально двигаешься достаточно, мне кажется. У тебя ничего не вырастет. Надо ей так сказать. И тогда она сразу же начнет двигаться. Она подойдет на следующий день и скажет, слушай, давай вместе на зарядку пойдем. И ни в коем случае тебе нельзя обрадоваться. Если ты обрадовался, то все плохо. Надо сказать, ну, если сильно хочешь, то пойдем. Просто я знаю, что ты утром как бы можешь проспать. Она говорит, ну да, могу проспать. Ну, тогда сам иди, если просплю. То есть даже если она захотела на зарядку, это значит, что она пойдет. 50 на 50, как бы. Но если мужчина заставил ее, говорит, ты же обещал на зарядку, все, дальше она вообще не будет ходить. Ну, то есть это уже насилие. Насилие женщина не любит. Или она пойдет на зарядку, но потом не пойдет, потому что она будет кислая на этой зарядке. Ее заставили, как бы, делать зарядку. Я приведу пример, как я жену поднимал с постели. Она у меня любит поспать долго. А я всегда рано встаю. Ну, все женщины любят поспать. Ну, иногда любят слишком много поспать. Это уже влияет на здоровье. Вот, и я, как бы, изучал, как можно женщину мотивировать встать с постели на своей жене, примерить своей жены. То есть, когда я подходил, просто говорю, вставай, уже пора. Это вызывало у ней жуткий протест внутри. То есть, вставай, пора, это значит, что вообще вставать не буду. Ну, то есть, еще хуже, то есть. Лучше бы вообще не говорил. Вот. Дальше второй вариант. Она мне сама уже говорит, подними меня завтра пораньше, а то я что-то болею уже от пересыпания. Я говорю, хорошо, но я не знаю, как тебя поднять. Я тебе скажу, пора вставать, ты, как бы, обидишься. Давление. Вот. Я не знаю, что мне делать. Она говорит, ну, ты приди и скажи, уже восемь часов там, и уходи. Я уже сама буду думать, вставать, нет. Я так сделал, и ничего не произошло. Она просто перевернулась на другой бок и дальше спит. Но при этом давление не почувствовал уже. Давления никакого нет, спасибо, но я продолжаю спать. То есть, цель не достигнута. И вот, что получилось, как все-таки получилось. То есть, я сажусь рядом, потому что женщина просыпается очень медленно, психика медленная, то есть, ей нужно... Она сначала осознает, что я рядом сижу какое-то время. То есть, надо вообще сесть просто и сидеть, заниматься чем-то своим. Она осознает, что ты рядом просто. Осознает, осознает, осознает. Потом, дальше. Когда чувствуешь, что она зашевелилась, она скажет, ой, какое утро хорошее, птички поют. А у нас под окном чирикает сразу такая-то птичка там и так далее. Солнце светит, ветерок там. Ну, то есть, описывать. И говорит, я ухожу на улицу, зарядку делаю. И потом только я встаю. Раз, у меня рука такая. Она не встала еще, но рука держит. Это значит, что без меня не уходи. Такая система. Иногда женщину можно поднять с постели, просто понести в ванну на руках. Некоторым так нравится. Ну, то есть, другими словами, как бы, если мужчина хочет женщину поднять с постели, то это сложная задача. Но выполнимая. Выполнимая, если он правильно настроен. Самый лучший вариант, если подружки, допустим, я уехал на лекции читать, жена мне говорит, мы бегаем вместе с подружкой. Я говорю, как тебе вставать было? Легкотня. Ну, то есть, когда муж поднимает, это всегда насилие, это не легкотня. А вот с подружкой договориться, это вообще легкотня для женщин. Ну, то есть, вот женщины договорились, они встали, сами побежали там по-своему. Вот. И все, и нормально. Поэтому, как бы, стимулировать психику женщины лучше через отношения с ее подружками. То есть, нашел ей подружек хорошенький, или она себя нашла, слава Богу. Они будут сами друг другу помогать, развиваться там. Тебе уже не надо сильно, она из-за этого парится в этом плане. Главное, чтобы у ней было вот именно правильное общение. У женщины очень важно иметь правильное общение, и тогда она развивается хорошо. Что касается мужчины, то мужчине нужно преодолеть определенный барьер. Вот у мужчины в психике есть определенный барьер у каждого мужчины. И кажется, что этот барьер непреодолимый, неподъемный. Ну, так, ощущения такие, неподъемный барьер, непреодолимый. Но преодолевать этот барьер мужчине всегда надо рывком, рывком. Причем, когда этот рывок совершается, не надо думать о последствиях. Вот, допустим, решил искупаться в проруби. Если ты будешь думать, вот я сейчас ногу засуну, как это будет действовать. Ты с ума просто сойдешь. Это женщине так надо в проруби купаться. Я сейчас расскажу, как я приучил своего друга закаливаться. У меня был один помощник, он ездил со мной в лекции. Это давно было, лет 20 назад. Я уже 20 лет лекции читаю. И тогда мы остановились в каком-то в одном пансионате. И рано утром мы вышли на балкон вдвоем. Я ему рассказывал, что надо обливаться холодной водой на себя, на балконе. И заставил его с ведром воды, как бы, выйти на балкон. Но когда он обливался, я заметил, что капли на меня попали, что вода теплая, а не холодная. Он меня обманул. И тогда я схитрил. То есть я, как бы, ну, как бы, мы, как бы, он принес воду, воду, я принес воду. И я ему сказал, слушай, я забыл, принеси, пожалуйста, вот такую-то вещь. Он побежал за этой вещью, а я вылил ему воду в это время, налил холодную, ледяную. Ну, он, конечно, не знал об этом. И я ему потом объясняю, говорю, смотри, ты поднимаешь ведро. И вот так, не потихонечку, а прямо резко, раз, и на себя все выливаешь. И он, когда поднял ведро, у него руки просто парализовало. И потом он вот так стоял с ведром. И не смог дышать. Вот такой. Вода реально ледяная была. И потом. Вот так вот. Это пробило его, понимаете? И на следующий раз он сам себе налил такой воды. Потому что, когда мужчину пробивает, все, дальше делать ничего не надо. Надо, чтобы какая-то сила его пробила. Вот его пробило, то есть он почувствовал вот это счастье, как бы, ледяной воды. И все, дальше его уже не надо заставлять. Он сам будет на себя лить сквозь силы, сквозь слезы. Но он уже сам точно так же мужика просто за шкирку вытаскиваем, бежим с ним, допустим. Если он пробежался какое-то время и его пробило, то дальше он сам будет бегать. То есть, другими словами, мужчине нужен рывок вот этот вот. Какая-то иногда он сам из себя такой. И сам себя пробивает, то есть. А иногда нужна помощь. Ну, в древней культуре мальчиков тренировали просто с помощью старших. То есть, вот эти привычки, навыки побеждать себя у мужчины вырабатывали старшие. И они, когда навыки правильные у мужчины сформированы, ему дальше ни о чем беспокоиться в жизни уже не надо. Потому что мужчине самое главное сформировать навыки к действию, то есть правильные привычки. Если у мужчины они сформированы правильные привычки, он становится успешным человеком. А сформировать их можно только в правильной среде. Поэтому для мальчика, для мужчины очень важно отдать его в какую-нибудь секцию, в какую-нибудь среду, чтобы его там гоняли, мучили. Вот у меня так произошло, что меня отец отдал в самбо. Восемь лет мне было. И там началось. Там броски по 150 бросков в день. Там обматы меня шлепали. Вот. Потом дальше. Летом бег по камням, по острым. Купание в ледяной воде. Вот. Ну и так далее. Там броски на песке. Понимаете? Там не на маты, а на песке уже. Потом на земле бороться. Там, понимаете? И там что-то потянул, что-то там свернул, там вывернул. И вот так вот постоянно такая жизнь. И она очень формировала очень сильный характер. Это потом жизни везде пригодилось. Тренер вот этот по самбо сформировал сильный характер. И этот потом дальше универсальный принцип был в жизни во всем. Поступать в институт, то, сё, пятое, десятое. Так работает психика мужчины. Но если мужчина чувствует, сам не может себя сдвинуть с места, он должен сдаться. Куда-то пойти, где двигают с места кто-то. Вот мужчина чувствует, сам не может, нет сил. То есть он живёт в компьютере, живёт в телевизоре, живёт в похождениях. Значит, нужно сдаться куда-то. Ну как это происходит? Допустим, какой-нибудь выезд там куда-то, в поход какой-то там, где там экстрим какой-то. Ну, то есть экстрим сам по себе это не способ там, не на резинках прыгать там и сплавляться по водопаду. Это всё риск для жизни и, в принципе, не оправданный. Ну, а когда люди, вот мужчины едут там палатки пожить, трава поколоть там. Ну, какие-то оправданные какие-то действия, аскезы, которые, в принципе, для здоровья хорошо, для развития и себе не таят риска для жизни. Потому что, почему я говорю об этом? Потому что, если мужчину вывезли в горнолыжный курорт, допустим, и его показали, как классно летать с трамплинов, то это классно для развития мужской природы. Но результатом будет сломанная нога, рука или голова. И это просто вопрос времени, мои хорошие, сто процентов. Вот когда мужчина вот такой драйв для себя выбирает, то у него расходуется благочестие. Вот, допустим, он один раз прыгнул с трамплина, часть благочестия, добрых дел, сожжено. Потом второй раз прыгнул, ещё сожжено. И просто жди дальше, когда твоё благочестие закончится, тогда в этот момент ты найдёшь свою кочку, которая тебе свернёт шею или ногу, руку, в зависимости от твоей судьбы. Поэтому для мужчины вот этот вариант, как бы, испытывать свои мужские качества неправильный. Некоторые люди говорят, у меня всё по судьбе, как положено, и едут там в боевые места, себя мужчины сделать. Ты просто испытываешь своё благочестие, когда оно у тебя закончилось, тебя убивают. И это называется преждевременная смерть. Часто мужчины погибают, умирают в преждевременной смерти, потому что есть аскезы в благости, которые формируют сильный характер и приносят всем пользу. Есть аскезы в страсти, которые формируют сильный характер и вредят человеку. Есть аскезы в невежестве, когда человек формирует сильный характер, но при этом вредит и себе, и другим. Не только себе, ещё и другим вредит. Это тоже аскезы, они тоже формируют характер, но при этом человек разрушает себя и других и имеет плохую судьбу. Теперь ещё кое-что. Смотрите, мужчины, очень важно знать, как для мужчины важно уважать старших. Вот если женщине, допустим, в принципе, нужно просто уважать родителей старших, и этого, в принципе, ей достаточно, чтобы нормально жить. Достаточно просто родителей. Даже если она начальника на работе не уважает, для неё это не принципиальный вопрос жизни, потому что она может там, тут работать, там работать. Ну, как бы это для неё не так важно. Для женщины уважать важно родственников, мужа, детей, старших. Женщина должна близких людей учиться уважать. То мужчине важно уважать именно в социуме, важно уважать начальника, понять, почему я должен его уважать. Допустим, он не имеет качества характера хороших, но он даёт мне работу, даёт средства на существование. За это я его должен уважать, потому что через него действует Бог таким образом. Если я его ненавижу, то Бог лишает меня денег. Ну, то есть, надо это понять, это очень сложно понять. Но если мужчина это понял, он начинает развиваться в социуме. Потому что начальники могут быть неправы и могут вести неправильный образ жизни. Но так Бог дал начальника, надо уважать. Если мужчина это не понимает, то он, в принципе, не может развиваться вверх. То есть, он власть не получит, влияние на людей не получит, если он не уважает старших. Это просто невозможно. А уважать – это глубокое постижение мира. То есть, человек должен понять, что сама по себе власть Богом даётся, и это уже предмет уважения. А кому она даётся – это не твоё дело. Это зависит от того, какие люди здесь живут. Вот какие люди – такая власть. Люди станут лучше, власть будет лучше. Человек не должен туда лезть слишком сильно своей головой, иначе он будет просто всё разрушать. Мужчине также важно строить отношения с равными. Вот, допустим, мужчина хочет создать свой бизнес, отношения. У него есть друзья. Друзья – это не те, с кем надо бизнес создавать. В бизнесе деловые отношения, они дружеские. И человек, который для тебя друг, может в деловых отношениях вести себя совершенно иначе. Надо это знать. То есть, мужчина должен в действии учиться видеть, как люди живут, как они действуют. То есть, когда мужчина работает, он должен наблюдать за всеми. У него должно формироваться представление о людях в действии именно. Он должен понимать, как устроен этот мир в действии. Если женщина изучает, как гармония работает в этом мире, то мужчина изучает, как в этом мире совершаются поступки. Тогда он становится развитым. Такой мужчина может понять, где ему работать, как начальник этот с ним себя будет вести. У него уже опытный человек. Как в коллективе с равными строить отношения, как с младшими строить отношения, что можно прощать, что нельзя. Все это должен мужчина изучать. Где на принципы те, где принять? Он должен это все изучать. Например, если он начальник, и человек просто в принципе не может работать правильно, у него другая природа, он всегда косячит. И ты думаешь, ну ничего, он потерплю. Это глупость. Этого человека нужно отправить туда, где он может работать или выгнать совсем. Иначе он разрушит все. Или, допустим, ты старший, человек подчиненный, он начал тебя потихоньку критиковать. Этого человека нужно отправить, подарить ему весь мир. Нельзя его оставлять с собой, он разрушит все. Но если человек, допустим, хочет развиваться, хороший человек, ошибся чуть-чуть, потому что он еще не умеет, он не квалифицирован, но у него есть желание. Надо простить и дать возможность развиваться, терпеть его несовершенство. Все зависит от того, как человек действует. Если он в принципе просто не заточен, не так, тогда надо ему... Он хороший человек, супер, но заточен не так, надо отправить. Видите, здесь сама по себе доброта в мужских отношениях может все испортить. Мужчина должен основываться не на доброте, а на победе. Если это победе мешает, значит нужно тактику поменять. Допустим, друг, у тебя есть хороший друг, но он посматривает на мою жену. До свидания, друг, хороший. Понимаете, то есть иногда мужчина совершает насилие. И слабость характера для мужчины это потакать недостатком других людей. Мужчина не должен этого делать. Мужская чистота означает насилие, правильное насилие. Допустим, у жены появился любовник там или товарищ, как она говорит, товарищ. Нужно этому товарищу сначала дать понюхать кое-что. А потом, если он как бы не унюхал, тогда провести лечебный массаж лица. И не надо затягивать с этим вопросом, потому что товарищество может превратиться в любовь. Женщина не может это контролировать. Она не может разделять любовь и дружбу. У женщины нет такой функции. Она не понимает, как любовь, любовь, дружбу перерастает. А мужчина видит это сразу. Мужчина должен знать, где женщина изучает, как правильно жить, а где она уходит из семьи и уходит из общества в целом. Потому что любое знание может быть правильным или фанатичным. Фанатичное знание уводит человека из среды, в которой он живет. Разрушает его веру. Разрушает социальные устои. Делает его диким. Человек лишается семьи, лишается детей даже часто. То есть знание, вот допустим, человек хочет развиваться, как личность. И это очень опасно. Само желание развиваться очень опасно, потому что это путь по лезвию бритвы. И мужчина должен следить, потому что женщина это то существо, которое к развитию всех ведет. Поэтому надо следить за ней, куда ее понесло. Если все нормально, как бы не меняются отношения в семье, дети не меняют, все нормально, как бы идет развитие, она развивается, но при этом не портит отношения. Как бы дикой не становится. Тогда все нормально. А если у нее как крыша потекла, ее куда-то уносит, как я как бы недавно узнал у одного мужчины, женщина вообще уехала в паломничество там на полгода или на год, жена уехала. Сама просто все у нее поехала. Это нормально для женщин. Но мужчина не должен допускать до этого, то есть он должен предвосхитить эту ситуацию, увидеть, что что-то не так. И в этом случае мужчина не должен на женщину напрямую действовать. Он должен помочь тем людям, которые ее пытаются в эту поездку затянуть, понять, что ее вот как раз брать не надо. Это исключение. Ну то есть мужчина должен следить за своими близкими, смотреть, наблюдать. Он должен быть очень рассудительным. Допустим, некоторые мужчины думают, жену лучше не трогать, пускай идет куда хочет. Или он ей запрещает все подряд, и она рубит, потом вытекает просто, плотина разрушает ее жизнь. Или наоборот, куда не пошла, все равно. Сходи, посмотри, что она слушает, изучи. Может, там есть опасность. Мужчина должен следить за всем, что происходит. Это означает, что именно на мужчине лежит ответственность за жизнь детей и жены. Допустим, жена будет следить за детьми, там, в школу, там, туда их водить. Но есть принципиальные вещи, это школа хорошая или нет. Женщину очень трудно понять. Мужчина должен понять. Он должен сходить, посмотреть на директора, посмотреть на преподавателей, понять, вот мой сын должен в этой школе учиться или нет. Если он решение принял, дальше жена уже делает все по мелочам. Мужчина должен направление жизни, семьи установить. Это его обязанность, его ответственность. Он не может, где мы живем, в каком городе, какой у нас будет достаток. Женщина должна все принять. То, что мужу положено по судьбе, она должна принять. Вот он решение принял, если женщина выбирает между городом, где жить, и мужем, она должна ехать к мужу. Иначе она разрушает свою жизнь. А мужчина, если он выбирает между городом, который жить, где жене нравится жить, или в городом, где я имею работу, то, что мужчина должен брать за шкирку жену и ехать туда, где он имеет работу. Иначе разрушена будет вся его семья. Ну, то есть, другими словами, в жизни всей семьи ответственность лежит только на мужчине. И тогда женщина счастлива, когда это все так именно происходит. А если женщина не хочет, чтобы ты брал за нее ответственность, тогда ее надо очень аккуратно к этому подведить, постепенно. Часто женщины распитаны независимо. То есть, они хотят независимой жизни принимать самостоятельные решения, делать, что заблагорассудится. И в этом случае мужчина должен очень аккуратно, по-доброму, ее подводить к правильным вещам. Потому что женщина, если у нее сформировалось представление определенное о жизни, определенная схема поведения, очень трудно это все сразу поменять, потому что ей надо всю схему менять потом. Поэтому, как бы, нужно аккуратно в этом случае, не нужно сразу рушить ее взгляды. То есть, в целом, картинка такая. То есть, мужчина – это такое существо, которое не может развиваться без ответственности, не может развиваться без аскезы, не может развиваться без подвига. То есть, жизнь будет неэффективной, пустой, больной, несчастной, некрасивой и так далее. Теперь, как совершать аскезы, как развивать все? Надо все делать постепенно. Решил бегать – бегай постепенно. Решил гири таскать. Бери сначала маленький вес. Никогда мужчина не должен резко все делать, потому что у мужчины есть склонность, как бы, себя покалечить тем, что он делает. Нужно делать все аккуратно. Если ты решил аскезы делать, вставать, допустим, некоторые мужчины начинают погружаться в раннее вставание и спят по 4, по 3, по 2 часа в день. И потом в суаз ходят. Это природа мужчины. Изучать, где грань, где барьер. Как я могу поломать себя или не могу вот этим. Поэтому мужчина должен знать, что спать не надо меньше 7 часов. Надо раньше ложиться, раньше вставать. Не можешь – значит, высчитывай 7 часов. И так далее. Я просто такой пример привел, чтобы мужчина понимал, что в аскезах должен быть здравый смысл, иначе будет разрушено здоровье. Например, некоторые мужчины, они сначала бросают мясо есть, а потом становятся сыроедами. А сыроедение – это не сыр есть, то есть сыроед. А вообще он ест только одну сырую пищу и вообще ничего вареного. Это уже чисто мужской подход к жизни, понимаете? То есть означает, что дальше могут быть проблемы. Потому что когда мужчина, человек питается одной сырой пищей, его психика постепенно напрягается. Ему сначала хорошо жить становится, он очищает организм, потому что сыроедение – это не способ питания. Это способ очищения организма. То есть человек может питаться полгода, ему все лучше и лучше здоровье становится. Он очищает свои тонкие каналы таким образом. Но потом наступает такой момент, что он чувствует нарушение сна, ему спать хуже становится, нервное сильное напряжение изнутри, хоть и здоровье хорошее продолжает быть. И человек чувствует чувствительность в отношениях с другими людьми, он фанатеет, не хочет общаться ни с кем. Это значит, что надо уже включать вареную пищу. Сыроедение закончено, иначе ты разрушишь свою жизнь просто. То же самое посты, когда бухенвальд наступает уже, чувствуешь уже бухенвальд, значит все, надо закончить посты. Ну то есть мужчина должен быть внимательным к аскетизму своему, не ломать себе жизнь, здоровье. Теперь в мужском теле человек должен знать, что мужское тело заточено на эффективную, аскетичную, активную жизнь. И поэтому в мужском теле очень трудно понять, что ты болеешь. Поэтому мужчина должен соглашаться с тем, что жена его тащит в больницу на обследование. Это очень-очень здравый смысл, потому что 80% мужчин погибают преждевременно из-за не вовремя диагностированного заболевания. Допустим, мы сейчас ехали вчера в машине, мне рассказали, что один мужчина просто пошел, ну что-то встал, и у него произошел какой-то кризис, и он умер на месте просто. Это не означает, что ему не повезло, это означает, что болезнь была. Ну то есть он получил инсульт, это болезнь слабых сосудов, то есть спазмы уже были, голова уже кружилась, признаки уже были, но ты просто не обращал на это внимания, потому что мужчине там чуть покружилась голова, ему это фигня вообще, то есть для его психики. Представьте, если человеку даже по морде дали эта ерунда, а что там голова покружилась, так психика устроена у мужчины, что он не реагирует на такие вещи вообще. У него даже сигнала никакого идет, что есть опасность, понимаете? Если жена узнала, что у мужчины голова кружится иногда, то надо сразу вести врачу к врачу, потому что это может быть все, что угодно, может быть скоро будет инсульт. Ну то есть в мужском теле болезнь не распознается в принципе быстро, потому что оно заточено на победу, на борьбу, мужское тело. То есть у женщины быстро распознается болезнь, поэтому у женщины, я уже много раз говорил, из три стадии заболевания. Первая стадия больна, вторая очень больна, третья вдова. То есть муж помер, а она все больна. Это мой такой совет мужчинам, сходите обследоваться, посмотреть, что там внутри. Мужчине это еще как бы не нравится, деба, да пошли они все нафиг. То есть еще очень важный момент, что конечно же мужчине признаваться, что он болен, и вообще любому человеку это поражение. Я сейчас объясню. Я много раз встречал такую философию, она пагубна до сознания человека. Допустим, человеку говорят, у тебя опухоль, теперь тебе ни в коем случае нельзя худеть. А именно когда опухоль, человек должен поститься понемножку и двигаться. Или у тебя опухоль, теперь тебе не нужна движение. Допустим, у тебя опухоль придатков, все, не двигайся. Там в придатках опухоль может порваться. Это неправильное мышление. Если человек потихоньку начинает больше, аккуратно двигаться больше, и при этом поститься, эта опухоль рассасывается. Потому что для рассасывания опухоли нужно две вещи. Первое, это движение, увеличивать там активность в этом месте. И второе, пост, чтобы организм начал съедать эту штуку. Пост увеличивает огонь пищеварения, то есть организм начинает есть все подряд, что не нужно убирать. Вы замечали, допустим, что если есть нечего, начинает шариться по полкам, по всяким искать, и находите то, что давно забыли. Организм делает то же самое. Что такое опухоль? Это забытое место. Голод появился в организме, организм начинает шариться и есть эту опухоль. Но понимаете, если там все зажато, то он не сможет. Чтобы зажатость убрать, нужно движение. Поэтому я говорю, движение плюс пост, и опухоль начинает съедаться или, по крайней мере, не растет. Ей не даст организм расти. Но что говорят врачи в этом случае? Они говорят, никаких постов, это опасно, потому что вы похудеете, когда опухоль, нельзя худеть. И никакого движения, потому что она может лопнуть, порваться и так далее. То есть они как раз запрещают именно то, что побеждают болезнь. И это везде классика жанра. И смотрите, поэтому есть два типа мышления. Один тип мышления буквально означает, готовься к земле, привыкай. А второй тип мышления, это порвать, разрушить обычные представления жизни. Восстать против этого, понимаете? Это всегда так работает. Вот, допустим, человек заболел в целом, как бы, ему говорят, замри, будь осторожным. Ни туда, ни сюда, шаг право, шаг лево, расстрел. Этот человек заболел. А надо, наоборот, перестать быть замерзшим. Надо, наоборот, начинать другую жизнь, нужно движение. Но правило такое, все это делать надо аккуратно. Если у тебя суставы больные, ты так ходи, чтобы не было чувствовалось, что они больные. И надо в меня светить. Вот. Не надо ходить быстро, а надо ходить так, чтобы они не чувствовали боль. Но ходить долго-долго. Если ты долго-небыстро ходишь, я гарантирую вам, что они вылечатся. Просто гарантирую. Потому что там начинается как раз то, что вылечивает. И так далее. Так работает система вся. Но у мужчины есть одна особенность. Ему надо следить, чтобы не перенапрячь себя. Потому что организм очень жесткий, как бы. Любые усилия могут быть перенапряжением. Нужно быть очень осторожным. Все делать аккуратно. Следить за собой. Но при этом не бояться нагрузок. Мужчина должен воспитывать свою дочку, любя ее и очень нежно к ней относясь. Лучше мужчине вообще не наказывать ее. А давать это делать маме, жене. А если и наказывать, то просто как бы тем, что не разговаривать с ней. Или просто строго себя вести, строго разговаривать. Но ни в коем случае не применять силу мужскую, давление мужское. На нее кричать, доказывать ей, что ты прав. Ну то есть это разрушает у нее представление о мужчинах. То есть она начинает бояться мужскую природу. Мужская природа сама по себе страшная. То есть она влияние оказывает всегда и на всех. Поэтому женщины всегда боятся мужчин. Вот хоть они говорят, что не боятся, хоть не говорят. Любая женщина всегда боится мужчин. Мужская природа влиятельная, она сильная сама по себе. И поэтому женщина, она не может сразу выйти замуж по этой причине. Вот она уже любит человека, он ей нравится. Она хочет за него выйти замуж. И все равно не может. Хочет, нравится, все, но не может. У нее страх внутри. А вдруг я ошибаюсь? А вдруг не тот человек? И поэтому всегда нужна помощь. Допустим, если есть старший, и женщина слышит этого человека, он во всем разобрался, говорит, выходи за него. Она сразу... То есть ей легче становится, потому что ее выдают замуж. Она сама не выходит замуж. И мужчина это должен знать. Вот девушка, допустим, встречаешься, она что-то думает. Не надо знать, что она тебя не любит. Она просто медленно привыкает к человеку. Женщина не может сразу привыкнуть. Ей нужно время. У нее психика медленно работает. Она медленно принимает. А если ты еще силой пытаешься ей как-то на нее влиять, она вообще будет тебя бояться тогда. Точно так же с дочкой. Но с мальчиком наоборот. Если мама пытается воспитывать мальчика, папа работает, ему некогда. Это очень опасно. Даже пусть папа работает, он раз в неделю, допустим, приходит домой. Где там вахтовая, там работа, все что угодно. Все равно женщина должна копить какие-то серьезные решения по отношению к мальчику до приезда отца. Том отец приезжает и начинает наказывать его там и что-то с ним еще делать. И мальчик должен знать, что все равно его накажут. Он понимает этот опыт, а тогда все устаканивается. Но если женщина за мужа начинает часто наказывать своего сына, тогда мальчик начинает агрессивно себя вести с матерью. Он сопротивляется и показывает свою силу мужскую и так далее. И рушит с ней отношения. Какую тему я еще вам не поднял? Что вы хотели от меня услышать, мужчина? Женщина. А? Питание. Женщина кушает, вернее пробует, пробует, не кушает даже, пробует. Она все время пробует, потому что ей нужно наполняться счастьем и любовью. Счастье в пище это вкус. Поэтому ей нужен вкус в пище. Она не должна писть и кушать невкусно в принципе. Иначе она не будет наполнена энергией любви. Она берет и пробует. И ты попробовала, и ты попробовала, и ты попробовала. И ты попробовала. И шире становится, да? Вот. Я говорю принципы сейчас. Принципы. Мужчина не пробует и не кушает. Он жрет. И почему он жрет? Потому что ему нужна пища не вкус, а сила. Мужчина ест для того, чтобы наполниться силой. А сила ему нужна для победы. Так устроена психика. Поэтому мужчине нужно есть реже. Стараться не наедаться утром и вечером и хорошо поесть в обед. А женщине нужно кушать понемножку часто в течение дня. И надо понять, что если человек поправляется, это не потому, что он много кушает, а потому, что он кушает неправильно. Вот я, допустим, хорошо кушаю очень много, но только в обед. Утром вообще не ем, а вечером только фрукты. Принципиально. Всю жизнь. Поэтому я в обед позволяю себе наесться нормально. Я никогда не поправлялся в жизни сильно. Когда начал двигаться, я похудел столько, сколько нужно стал есть. Человек поправляется не от того, что он ест много, а от того, что он ест неправильно. Надо, в принципе, запретить себе и мужчинам, и женщинам есть вечером много и тяжелую пищу. Надо есть только фрукты или только овощи тушеные. Без масла, без большого количества специй там. Вечером нельзя ни мучное, ни мясное, ничего. Это все превращается в болезнь. Нельзя острое, соленое, кислое сильно есть вечером. То есть в основном все поправляются только из-за вечернего питания. Вот солнце поднимается вверх, в это время сгорается пища. Солнце начинает подниматься вверх. Когда? 12 часов ночи поднимается вверх. И когда заканчивает она подниматься вверх? 12 часов дня. Вот с 12 часов ночи до 12 часов дня идет сгорание пищи. Человек в это время худеет. Поэтому если человек не ест до 12 часов дня, вот он худеет все это время. И если в это время еще двигаться, тогда вообще будет классно худеть. А с 12 дня до 12 ночи человек поправляется. В это время идет синтез. И поэтому, если человек хочет худеть, он должен утром не кушать, а обед должен быть ранним. И ужин должен быть легким. И тогда он начинает худеть. Но если у него все питание смещено к вечеру, а у всех людей полных именно так, поверьте мне, у всех, я изучал это, у всех людей, которые полнеют, у них все питание смещено к вечернее время. Им утром хочется, не хочется кушать, а вечером они обжираются всегда. Вот это и поправляет человека. И плюс гиподинамия. Отсутствие длительного движения. И все, человек как кудышка стал. Или кадышка. Ну, это умственная работа, когда у мужчины, когда много умственного труда, физическая работа. Ну, главное, чтобы не на ночь. Если мужчина ест и ночью, и на ночь, значит, он не знает, как правильно жить. Не трогайте его, развивайте сами. Придет время, он поменяет свой образ жизни. Не думайте о том, сколько он и как ест. Думайте о том, как вы живете. Когда вы начинаете жить правильно, близкий человек тоже меняет свой образ жизни постепенно. Когда солнце восходит, все тени вокруг исчезают. Меняйте себя сначала. Все вокруг будут меняться этот закон. Однозначно. Говорит бесполезно. Мужчине не надо ничего говорить. Когда что-нибудь отвалится, начнет, тогда вы можете сказать. Нужно действие. График зависит от мировоззрения человека. Вы не можете найти прямую зависимость. А я вам точно говорю. Если человек меняет свое мировоззрение, постепенно он также меняет способ работы. Все неправильные способы работы, это ночная работа, или вахтовая еще какая-то, это признак неправильного мышления. Человек, когда правильно начинает мыслить, он меняет способ работы, он понимает, что здоровье важнее. Но пока он этого не понял, терпите, любите, заботьтесь, понимаете, пытайтесь понять сами. Если вы что-то поняли, женщины, есть еще один метод влиять на мужчину. Вот смотрите, допустим, нужно действие. Вот, допустим, муж пришел с работы, да, он хочет нажраться на ночь. Вы можете ему выставить на стол то, что бы вы хотели, чтобы он поел. Пускай он ест много, но то, что надо. А если он пытается взять то, что не надо, вы тогда с любовью не давайте. Нужно действие. И он тогда может согласиться. Но если вы говорите ему, не надо, он будет брать. Но если вы не даете ему, тогда он согласится. Но вы сначала должны дать замену. Если он видит, что что-то стоит на столе нормальное, ему подходит, он это поест. Понимаете, ему все равно главное живот набить. Для него есть значение, что есть, но не такое большое, как для женщины. И если вы правильную пищу поставите ему вечером, он наестся и не будет поправляться. Потому что овощами человек не поправится, если это не картошка, там, легкие овощи. Не корни, а овощи, которые над землей растут, они не поправляют. По вечерам. Тыква, кабачки, патиссоны, баклажаны, там, и так далее. Да, до 12-ти это пост, хороший пост лечебный. Я каждый день не ем до 12-ти, пью воду. Хороший пост. Тогда не надо вообще поститься целый день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok